Всем здравствуйте! Сегодня у нас 4 мая и мне хочется сегодня наглядно продемонстрировать вам, чем мы занимаемся в теплице. Не только еще продолжаем посев и пикировку, и в целом уход, конечно же, за однолетниками, но сегодня мне также хочется уже начать оформление кашпо. И в данном случае это подвесные кашпо, поскольку растения у меня ампельные. И вот как вы можете видеть, передо мной здесь бакопа и дихондра. Посмотрите, пожалуйста, вот бакопа, которую я сеяла 10 марта. Вот такие, 6 у меня таких замечательных растений. Они уже бутонят и начинают потихонечку свое цветение. И несмотря на то, что я их формировала, прищипывала, так неплохо они озеленились, достаточно хорошая зеленая масса. И в целом понятно, что питание в данных горшочках им уже в ближайшем будущем будет маловато. Конечно, нужно переносить уже в более объемные емкости. Я решила, что пора перенести данные растения уже по моей задумке в подвесное кашпо. И как раз сегодня я этим хочу заняться. Дихондру я сеяла 2 февраля. И вот представительница, скажем так, именно с серебряной листвой. Это сорт серебряные нити. Вот так она выглядит у меня в настоящий момент. Пикировку я производила в середине марта, если быть точным, 14 числа. И вот до сегодняшнего момента она неплохо так у меня растет в пол-литровых горшочках. Но как вы видите, что уже достаточно много побегов. И в целом, я думаю, поскольку дихондра является очень требовательной к питанию и к объему грунта, думаю, что опять же пора уже каждое из растений переносить в больший объем. Итак, кашпо. В качестве емкости я выбрала вот такие подвесные кашпо объемом 5 литров. На дне обязательно дренажные отверстия. Но также мы с вами не забываем о хорошем слой дренажа. Рекомендую все же воспользоваться легким материалом. Это керамзит. Далее, грунт. Мы берем грунт на основе торфа, добавляем в него небольшое количество гумуса. Мы именно червячного гумуса добавляем. Далее, хорошее количество вермикулита. Далее, очень важно хорошее именно питание грунта. Поэтому, кроме того, что мы добавили сюда органику в виде гумуса, мы добавляем сюда также минеральные удобрения. Я все же считаю, что лучше воспользоваться удобрениями пролонгированного действия. Это такого плана, как удобрения осмокот. Опять же, это не реклама. Это то, что у нас действительно есть. Я это использую. Их много достаточно вариаций. Как по срокам, так и по составу. Ну вот, что у меня, скажем так, опять же, нашлось под рукой. Это осмокот экзакт. Если правильно я произношу, он длительного срока. Это 8-9 месяцев. И, конечно, упаковочка у нас не, скажем так, не от производителя. Это личная моя. Но смысл в чем? Что состав 11 азота, 11 фосфора и аж 18 калия. Это все в процентном соотношении, разумеется. То есть, в принципе, я думаю, что на период вообще весенних, летних и, я надеюсь, даже осенних месяцев питания растению будет достаточно. Конечно, если вдруг я увижу, что растение замедляет в росте, возможно, придется что-то, какие-то корректировки производить. Но в целом, я думаю, что этого удобрения будет вполне достаточно. То есть, мы с вами сейчас все добавляем в грунт, хорошенько все перемешиваем и наполняем, как следует, уплотняя первый слой грунта, наше кашпо. Все, вся, скажем так, работа по составу грунта закончена. Сейчас мы можем смело приступать уже к высадке растений в данной емкости. И вот все же для такого объема я решила, что высажу по три бакопы. Хотя, кто-то может сказать, что достаточно может быть одного растения. Но это уже по вашему усмотрению. Я надеюсь, что питания достаточно. Объема грунта также растению будет вполне хватать. И думаю, что если я высажу именно такое количество растений, у меня быстро достаточно сформируется плотный шарик изобилия таких вот замечательных, некрупных, белоснежных цветочков. И буду надеяться, что ни одну волну мы будем наблюдать светение бакопа. Итак, прежде чем мы любые манипуляции с растением производим, обязательно как следует проливаем его водой. То есть, буквально пять минут назад я каждое из растений в горшочке пролила. Сейчас я примерно намечу, куда буду высаживать небольшие луночки. Видите, грунт очень рыхлый. Опять же, нижний слой мы как следует уплотнили, а вот верхний слой он очень рыхлый. Понятно, что грунт будет оседать впоследствии. Мы можем его в любом случае всегда подсыпать. И сейчас вот я сделала небольшие лунки. Думаю, что немного воды в луночки я все же еще добавлю. Хотя, не нужно слишком много влаги. Бакопа не любит как пересыхание грунта, так и слишком сильное переувлажнение. То есть, золотую серединку. Вот сейчас мне хочется очень осторожно одно растение из горшочка извлечь и посмотреть, что там происходит с корневой системой. Вот она, корневая система. Она, конечно, сырая, но видно, что корешков достаточно много. И, в принципе, могу вам сказать, что они сделали уже достаточно такой плотный виток, и цвет их уже недостаточно белый. То есть, понятно, что растению требуется больший объем. Сейчас мы ей его и предоставим. Аккуратненько высаживаем растение в луночку. Наша задача просто поставить и чуть-чуть зафиксировать. Присыпаем грунтом. Ну, собственно, вот так. И бакопа у нас уже на месте. То же самое мы делаем с двумя оставшимися растениями. Все готово. Все три растения я перенесла в кашпо. Далее у нас дихондра. Совершенно такой же объем, такой же грунт, дренаж. Единственное отличие в том, что дихондра все же достаточно мощное растение. Наращивает как корневую систему, так и наземная часть у нее тоже очень и очень мощная. Поэтому мы будем пересаживать дихондру именно по одному растению в 5-литровое кашпо. Точно такая же манипуляция. Дихондру предварительно я полила водой. И вот сейчас осторожно постараюсь извлечь растение и посмотреть также, что происходит там с корешками. Вот, пожалуйста, вы можете наглядно видеть, до какой степени мощная корневая система. Ни один виток она уже сделала, и корешки тоже немного приобретают такой кремовый оттенок. Значит, объема уже недостаточно. Итак, луночку я подготовила. Также немного все же добавлю туда вазички. Чуть побольше, конечно, чем в бакопе, чтобы на первое время хватило. Помещаем туда аккуратненько наше растение. Слишком не заглубляем. То есть уровень такой же с грунтом, так скажем, корневой шейки. Тут сложно что-то понять. Но вот таким образом мы вровень с землей, как в предыдущем горшочке, так и в новой емкости, мы это все примерно оставляем. И следующий нюанс заключается в том, для того, чтобы именно наземная часть у дихондра была более мощной, и растение не выпустило буквально какие-то считанные единицы побегов, и на этом вся, скажем так, красота ее закончилась, нам нужно получить настоящий серебряный водопад. Поэтому с побегами, которые мы сейчас видим, мы поступаем следующим образом. Как и ранее, когда дихондра у меня росла, я начала ее формировать и закручивать побеги по спирали. Для того, чтобы именно побег, который мы с вами укореним, также дает корешки, укореняется, естественно, наземная часть будет еще мощнее. Поэтому вот с помощью таких шпилечек, вот супруг мне изготовил, ну буквально настоящие шпилечки, я пришпиливаю каждый из побегов, закручивая, как это будет удобно, по спирали. То есть буквально достаточно немножко его прижать и чуть-чуть присыпать землей. Буквально, но он даже, видите, само по себе присыпается. Вот таким образом. И когда мы с вами будем поливать, побег очень быстро укореняется, растение будет у нас очень красивым, очень мощным. Вот все-все побеги, которые сейчас дихондра выпустила, я постараюсь не дать им сбежать, а именно таким вот образом укореню. Вот так, готово. Даже можно совсем чуть-чуть, те местечки, где мы с вами пришпилили, чуть-чуть смочить водой, чтобы влага была и очень быстро дихондра наша дала корешки. Вот так, замечательно. То есть стараемся пока первое время не давать дихондре убегать, вернее, ее побегом. И вот так мы формируем мощное, красивое растение. Вот такие замечательные вазончики у нас получились. Сейчас, опять же, необходимо найти местечко, куда мы их разместим. Надеюсь, что наше растение продолжит хорошо развиваться, боку подсвести, а дихондра наращивать красивые серебряные нити. Ну, а на этом сегодня все, что хотела сказать и рассказать. Желаю вам красивых цветов и до скорых встреч!